Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Скандал в Медуниверситете в краевой столице возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Меда. Полосы раздора. Барнаульские предприниматели опасаются, что выделенки на дорогах станут мертвой зоной для бизнеса. В Барнауле выбрали общественную территорию для благоустройства. Какой объект выиграл в голосовании? Начнем выпуск с новости международного масштаба. Проезд в Казахстан стал проще. Теперь при пересечении границы не требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или подтверждение вакцинации. Кроме того, на отдельных участках границы возобновили работу 12 автомобильных пунктов пропуска. Такое решение в Казахстане приняли с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Напомним, что закрылись границы между странами в марте 2020-го из-за распространения коронавируса. Долгое время попасть в соседнюю республику можно было только родственникам граждан Казахстана или тем, у кого есть вид на жительство. Сейчас все ограничения сняты. И к следующей теме. Барнаульские предприниматели опасаются, что центр краевой столицы станет мертвой зоной, если специально выделенный для общественного транспорта полосы оставят и после ремонта моста на новом рынке. На дискуссионном клубе «Точка зрения», который прошел в стенах сибирской медиагруппы, власти бизнес сошлись в схватке из-за того, что выделенки не позволяют подъехать кафе, аптекам и другим коммерческим учреждениям. В итоге бизнес терпит убытки. Моя коллега Валентина Аскерова продолжит тему. Проспект Ленина, район медуниверситета. Офисы, магазины, аптеки и кофейни. Вот только подъехать и припарковаться рядом с ними, судя по знаку, могут лишь водители с ограниченными возможностями здоровья. Все остальные должны бросать свои машины в другом, зачастую отдаленном месте и идти в кофейню на своих двоих. К такому подвигу готовы не все. Соответственно, бизнесмены теряют прибыль. Примерно 20, хотя бы все не делал секундочку, да? А для малого бизнеса, я думаю, что это существенно. Сейчас реально у части населения вопрос попить кофе, это не только самый первый. И если мы никогда просто перестали, это дело. Мы максимально возмущены тем, что просто закрывают парковки и делают ленина в верхней школьной зоне. Как у нас на Молотовольске, где Старый базар, где общепит, там два заведения живут, неплохо, но все, что туда дальше, походить в школьной зоне, там не подъехать, там очень мало гостей, которые на автомобиле. Во время дискуссии предприниматели, которые терпят убытки, спросили у чиновников о том, был ли проведен какой-то коммерческий анализ перед тем, как подарить полосу автобусам в ущерб бизнесу. Влияние на какие-то отдельные частные организации, но у нас таких действий не проводилось. Что нами проводилось предварительно, прежде чем внедрять выделенные полосы, это вот исследования нашего политеха, которые нам помогли, в принципе, всю схему транспортную вязать. Предприниматели, к слову, даже готовы скинуться на отдельные платные парковки у своих заведений, однако идею власти пресекли на корню. К сожалению, предусмотреть у каждого заведения отдельное парковочное место, по факту это приведет к разрушению основной концепции передвижения на общественном транспорте в городе. Потому что если ты позволяешь сделать у одного, к тебе приходит другой, и крючок за крючок, и это так все разматывается. А это противоположная сторона проспекта Ленина, альтернатива для парковки. Никаких выделенных полос для движения общественного транспорта здесь нет, однако бизнесмены не понимают, почему. Это создает некомпиональное преимущество, а соответственно, не приказывает. Если вы хотите в центре без парковок, тогда давайте закрывать весь центр. Одно из решений считают профильные чиновники – платные парковки в центре. Это неизбежное будущее Барнаула, убеждены эксперты. Но готов ли город к внедрению идеи платных парковок, смотрите в ближайших выпусках новостей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. С этого дня в Алтайском крае и в стране увеличивают штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Например, за неаккуратное обращение с огнем в лесу человек мог заплатить всего полторы тысячи рублей раньше. Теперь эта сумма будет варьироваться от 15 до 30 тысяч. Сколько в регионе уже произошло пожаров, начиная с весны, и каковы последствия стихии – смотрите в нашем сюжете. Временная передышка – так можно назвать ситуацию с пожарами в Алтайском крае. На днях в регионе отменили особый противопожарный режим. Напомним, с середины апреля край борется с огнем. Пожароопасный сезон начался с аномально высоких температур. Не обошлось без трагедии. В мае в Первомайском районе на даче погиб ребенок. В целом объекты экономики и населенные пункты не пострадали. Чего не скажешь о флоре и фауне. Ведь каждый квадратный метр земли – это тысячи погибших животных и насекомых. У нас площадь пройденных огнем лесов, наверное, больше четырех тысяч гектаров. Для информации скажу, что прошлый год это было порядка шестисот. То есть примерно в шесть-семь раз больше уровня прошлого года. Основная причина пожаров – пал травы. То есть люди своими руками уничтожают целые леса. Увеличилось число пожаров в садоводствах. Специалисты подчеркивают, что пал сухостоя – мероприятие нелогичное. Ведь в почве находится органическое вещество, то есть гумус. При высоких температурах он выгорает. И если дачники не захотят прислушиваться к биологам и спасателям, придется поплатиться. С этого дня в стране усилили ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Если раньше штраф был от двух до трех тысяч, теперь от пяти до пятнадцати. В условиях особого противопожарного режима – от десяти до двадцати тысяч. Ранее штраф был в разы меньше – от двух до четырех тысяч. И, наконец, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах виновники заплатят от пятнадцати до тридцати тысяч рублей вместо полутора или трех тысяч. И это только для граждан. Для юридических и должностных лиц сумма еще внушительнее. Кстати, несмотря на то, что особый противопожарный режим отменен, погодные условия не дадут спасателям расслабиться. И напомним, что средняя продолжительность пожароопасного сезона в Алтайском крае – 205 дней. Поэтому бороться с огнем в регионе будут еще и в начале осени. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком. В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении сотрудников медуниверситета. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Есть версия, что это связано с приемом иностранных студентов на бюджетные места. Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы заинтересовались ситуацией из-за приема иностранцев на бюджет. Обучение на таких местах оплачивалось за счет различных программ. На сегодняшний день подробности дела следственное управление края не разглашает. Но есть неофициальная информация о том, что в ВУЗе опрашивают сотрудников и студентов. Правда, в медицинском утверждают, что проверок и действий со стороны правоохранительных органов не совершается. В Барнауле владелица батутов предстанет перед судом. Следователи завершили рассмотрение уголовного дела о получении двумя детьми тяжелых травм на надувном батуте. Происшествие случилось в Барнауле 30 мая прошлого года. Женщину обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а именно детей до 6 лет. Напомним, что предпринимательница приобрела батут, на котором могли играть в том числе совсем маленькие дети. При этом оператор аттракциона сообщала владелицу, что батут неустойчив и может подняться в воздух. Следствием установлено, что при монтаже и установке батута были допущены нарушения, в результате которых из 13 узлов крепления 7 не были соединены с элементами жесткого крепления или балластной системы. 4 узла фиксировались к металлическому ограждению, не предназначенному для подобной фиксации, а 3 узла оставались вовсе без фиксации. По итогу 30 мая 2021 года порыв ветра поднял батут в воздух. Две девочки 4 и 5 лет, которые находились на аттракционе, получили тяжелые травмы. В ходе предварительного следствия, обвиняемая свою вину признала, родители детей заявили иски на 3,5 миллионов рублей каждый. На имущество предпринимательницы наложен штраф в размере 8 миллионов рублей. Дело передано в суд для рассмотрения. Земельный спор в центре Новоалтайска. Седьмой год идет неистовая борьба за участок, который не могут поделить жильцы частного дома и владельцы шиномонтажки. Яблоко раздора всего 4 метра, но из-за них вот уже несколько лет идут судебные тяжбы. Подробности далее. Девушка из Новоалтайска с 2015 года пытается добиться права распоряжаться своим же участком земли. Владельцы автостириуса, который соседствовал с частным домом, его снесли. Построили коммерческий объект, прихватив 4 лишних метра. На возмущение соседей о том, что это незаконно, ответ последовал следующий. Вы русские жадные, мы вам ящик там Виктории, в такого вот все плана купим и все. Когда ягода откупиться не получилось, стороны заключили сделку купли-продажи. Бизнесмены выкупили спорные метры в рассрочку. Всю сумму должны были вернуть женщине в течение 8 месяцев. И внезапно через суд решили вернуть свои же деньги, посчитав, что слишком большую сумму потребовала с них женщина. Суд владельцев шиномонтажки, правда, не поддержал и обязал вернуть соседке 4 спорных метра, признав постройку самовольной. Однако сносить шиномонтажку хозяева отказываются. К сожалению, пообщаться с ними нам не удалось. Увидев съемочную группу, один из собственников шиномонтажки поспешил покинуть цех. День добрый. Подскажите, а можно здесь кого-нибудь из управляющих позвать? В администрации Новоалтайска про эту ситуацию знают. На приеме у главы были обе стороны конфликта. И как нам пояснили, требование закона должно быть исполнено. Мы ему сказали, давайте так, вот есть решение суда, мы вам даем время на его выполнение. Ну, чтобы ситуация была в каком-то таком формате, ну, здравомыслие. Сказал, что я все разберу, уберу, отступлю от ее, скажем так, участка, сколько нужно. Мы ему говорим о том, что по решению суда будет принята мера жесткого реагирования, будет, бурдозер туда зайдет и все это уберет. Освободить чужую территорию владелец автосервиса обязан в течение двух месяцев. В противном случае постройку снесет администрация Новоалтайска. Причем частично те самые 4 метра раздора. Случится ли это и как это будет выглядеть на практике, мы проследим. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. За несколько лет в Алтайском крае должны построить сразу 5 предприятий по сортировке и переработке бытовых отходов. Предположительно, стоимость объектов превысит 8 миллиардов рублей. В 2030 году комплексы по переработке отходов появятся в Олейске, Биске, Заринске, Славгороде, а также в Павловске. Эти предприятия в общей сложности будут принимать около 600 тысяч тонн отходов ежегодно. Самый первый проект, который будет реализован – комплекс переработки отходов «Павловский». Планируется, что конкретно этот объект введут в эксплуатацию до 2024 года. Кстати, завтра на заседании общественной палаты Алтайского края обсудят систему обращения с отходами. В обсуждении примут участие главы городов и районов, а также ученые Аграрного университета. А следующая новость для старшеклассников, желающих подзаработать. В Крае опубликовали реестр так называемой «пятой трудовой четверти». А, проще говоря, список рабочих мест, куда могут устроиться подростки на подработку летом. Моя коллега Анастасия Наборщикова знает, сколько готовы платить несовершеннолетним алтайские работодатели. Настя, если не секрет, это хотя бы больше 10 тысяч рублей? Можно даже больше 20 тысяч заработать, но обо всем по порядку. Всего вакансии около 10 тысяч. Юных работников учат почти в каждом районе края. В списке нет только Благовещенского и Волчихинского районов. Чаще всего школьникам предлагают вакансию строителя. Необходим ремонт и благоустройство школы или села, например. Что конкретно придется делать ученикам и подойдет ли эта вакансия девочкам? Неясно, но такой запрос самый частый. Мы решили изучить реестр «пятой трудовой» и нашли вакансии библиотекаря и святооператора в Завьяловском районе. Девочкам наверняка подойдет работа в столовой Ребрихинского района или прополка картофеля в Благовещенском. Правда, зарплата не указана. Как и ряд документов, которые необходимо собрать школьнику по умолчанию. Ребята, старшеклассники, чей возраст составляет 14 лет, для трудоустройства необходимо их родителям получить согласие органа опеки и попечительства, а также согласие родителей, что они разрешают им трудиться. Кстати, 17,5 тысяч рублей – это та сумма, которую предлагают большинство – 93%. Ниже – нет, но самую высокую зарплату предлагают в Заринске на деревообрабатывающем комбинате – 23 тысячи. Правда, такая вакансия всего одна. Больше всего рабочих требуется в Барнаульской школе номер 26. Там открыли сразу полтысячи вакансий. Школьникам предлагают работы по комплексному благоустройству и ремонту зданий. Не связано ли это с закрытием границы оттоком рабочих рук из Узбекистана? Этот вопрос прямо сейчас мы зададим руководству. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, корреспондент телеканала «Толк». Сейчас увидела в интернете, что вы опубликовали сразу 500 вакансий для школьников на стройку. И хотела узнать, что ребятам предстоит делать и зачем так много рабочих рук необходимо. Это апрель, июнь, июль, август и сентябрь. То есть как-то делятся, все-таки не 500 вакансий. Это 500 человек в месяц работают. И что они делают, расскажите, пожалуйста. Ну, работают на участке у нас на пришкольном. То есть это прополка, полив цветов или побелка? Да, да. Что-то типа такого? Нет, это слишком сложно. Только вот на участке с цветочками. Есть некоторые у нас дети, которые в социально опасном положении. Мы стараемся их привлечь хотя бы к какой-то работе. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, до свидания. Список вакансий можно найти на интерактивном портале по труду и занятости. Мы будем рады познакомиться с теми, кто попал в пятую трудовую или наоборот не смог устроиться на работу. Поэтому, если ты готов стать героем сюжета, пиши. Вот так можно заработать 50 тысяч рублей за лето. Неплохой заработок для школьника. Спасибо, Настя. А мы переходим к следующей теме. С начала июня в Барнауле открылось 82 дневных пришкольных детских лагеря. Во сколько смена обошлась родителям? Почему в июле лагеря работать не будут? И можно ли попасть в лагерь, когда сезон уже стартовал? Об этом расскажем в нашем сюжете. В оздоровительном лагере «Солнышко» при 48-й школе отдыхают 30 человек. В году минувшем, в период пандемии, детей было совсем мало. Поэтому и в этом рассчитывали принять такое же количество. Но желающих оказалось больше – на 12 человек. Поэтому заявку на следующий, 23-й, теперь будут пересматривать. Расписание лагеря с 8 до 14.30. Такого, как 10 лет назад до 17 с техим часом на раскладушках больше нет. Если дети будут находиться целый день, тогда нужно обеспечивать постельный режим. То есть детки должны спать. Но в настоящее время это не представляется возможным. А почему? Потому что необходимо разместить какие-то раскладушки. Нет помещений для того, чтобы поставить раскладушки. Потому что по требованию распотребного натора лагерь должен размещаться только на первом этаже. Уменьшено количество питания. То есть когда кормили три раза деток, то есть был полдник, тогда время пребывания в лагере увеличивается. Детки находились дольше. Сейчас все опирается в финансирование. Что касается родительской платы, она варьируется. За 21 календарную смену где-то придется заплатить 4,5 тысячи, где-то 5,5. Чем больше развлечений, театр, кино, бассейн, тем дороже. В 48-й сегодня канистерапия. Детки общаются с собаками. Это полный восторг. А еще они здесь рисуют, играют в теннис, шашки, шахматы. В общем, довольны. Много игр, хорошо кормят, 15 минут на улице, больше не гуляют. На площадке там, например, 10 минут. Так что все хорошо. Руководство говорит, Женя немного преуменьшил. Гуляют в лагере дольше, чем 15 минут. А вот длится июньская смена 14 рабочих дней. Правда, второе, тем более третье, в дневных лагерях уже почти 8 лет нет. В комитете по образованию пояснили, что педагогам тоже нужен отдых. Так что куда пристроить ученика начальной школы два других летних месяца, для многих родителей вопрос пока открытый. А попасть на июньскую шанс, хотя и слабый, есть. Нерешаемых проблем нет. Если вдруг кто-то из родителей сейчас захочет отдать ребенка, но все равно мы этот вопрос можем решить. Вообще родители, как правило, с января месяца начинают заботиться о пришкольном лагере, узнавать в школе, будет пришкольный лагерь или нет. И поэтому все вакантные места заполнены. Не можем не отметить, что наряду с детьми из начальной школы в пришкольных лагерях сейчас действуют профильные смены для более старших ребят. Одни находятся на военно-полевых сборах, другие помогают благоустраивать территорию. Правда, период пребывания в школе у них короче. Но зато питание, хотя и разовое, за счет бюджета, причем не родительского. Но и в завершении, в дневных лагерях сезон сейчас в разгаре. И хотя он завершится уже 21 июня, отдохнуть смогут почти 20 тысяч барнаульских ребятишек. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле подвели итоги голосования за благоустройство общественных территорий. В нем приняли участие 26 тысяч барнаульцев. В итоге победителем стал Центральный парк. За него проголосовало более 4 тысяч человек. В следующем году в парке пройдут работы по благоустройству, в том числе реконструкция фонтана и дополнительное озеленение. Напомним, голосование проходило с 15 апреля по 30 мая. Также барнаульцы выбрали дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный». Там планируется организовать сети велодорожек и пешеходных путей. Добавим, что в других городах Алтайского края. Накануне также выбрали территорию для благоустройства. И всего в голосовании приняло участие почти 105 тысяч жителей региона. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok